Здравствуйте! Очень интересная ситуация проявилась во дворе 307-го дома по проспекту Кирова. Там, значит, впритык соседствует детская площадка с продуктовым магазином, который в свое время переоформился в точку общепита. И вот на этих основаниях круглосуточно торгуют пивом. Ну и как следствие, в ночное время, в хорошую погоду, по свидетельствам местных жителей, эта площадка превращается в шалман бухариков, ну, со всеми вытекающими. И для добропорядочных граждан, и для самой площадки. Ну как, они ломают? А вы видите, вот уже оторвались, сломались. А здесь вот такая вот качалка для вот этой талии, так это. Оно оторвало все. Здесь круглосуточная торговля с пивитными напитками. И они вот 22 часа здесь до самого утра гульба, и пьют, и лежат, и спят, бутылки битые. Мы здесь утром встаем, здесь чего только нет. Вот люди, которые живут, вот 303-й дом, вот этот угол, вот под этот угол, это круглосуточно. Общественный туалет? В туалет ходят, да. На первом этаже жить невозможно, потому что там воняет ужасно. А если уж на второй, на третий достают, я представляю, как на первом этаже вот это вот людям жить. Ну почему? Если торговая точка работает легально, то непосредственно к ее деятельности претензий быть не может. Ну разве что проверить формальное соблюдение статуса точки общепита и соответствия прочих норм заведения этого плана. Ну как-то вот считать магазин рестораном или кафешкой только потому, что шибко умный хозяин додумался на входе прикрутить полочку типа столик и оформить кое-какие документы, ну чтобы по факту просто иметь возможность продавать пиво. Это сильно. Ну какой-то бар или кафе. Мне вот очевидно, что хозяин магазина просто юридически перестраховался, чтобы иметь законную возможность и дальше торговать пивом в неурочное для магазинов время и получать из-за этого неплохую прибыль. Законно это или нет? Можно ли считать такой объект заведением общепита? Это пусть контролирующие органы решают. Контрольную закупку делали, ночью милиция делала. Им продали даже водку здесь. Никого не боятся. У нас есть эти все документы, что проводилось контрольную закупку. У нас здесь был, когда Сергей Евгеньевич Иванов, депутат, он депутатскую проверку проводил, тоже детям несовершеннолетним продали водку. У нас все это есть документы. Я не знаю, какие еще нужны отказательства того, что этот объект не нужен здесь, потому что здесь детская площадка. Но даже не беря вот этого внимания, есть объективные претензии местных жителей к ситуации. И власти просто обязаны разобраться со всеми сопутствующими негативными проявлениями и обеспечивать на территории покой и порядок. Как они это будут делать? Через закрытие торговой точки, доставляющей неприятности, если других вариантов нет. Или через постоянный контроль ее работы и происходящего на этой детской площадке. Это уже дело властей. Людям нужен порядок, и они вправе требовать этого от чиновников и полиции. А власти обязаны этот порядок им обеспечивать. И даже если для принимающих решений должностных лиц на этой торговой точке почему-то свет клином сошелся, ну не знаю, слишком хороший человек может ее владеть, которого они обидеть и подвинуть не могут. Или она реально социально значима для каких-то слоев населения, как место, где они покупают хлебушек и молочко. Да нет вопросов, оставляйте. Но выполните свою властную функцию по наведению и поддержанию порядка, чтобы пьяных загулов клиентов этого заведения тут не было. Против торговли именно спиртным здесь? А как же? Из-за этого всю ночь здесь бегают. Вот, видите? То есть вам тоже мешают, несмотря на то, что вам удобно, хлеб, молоко покупать тут? Вот, если не надо сравнить, сравнить это удобно. Нам удобно получать продукты здесь. А зачем спиртное? А все остальное? А почему спиртное круглосуточно, когда он рядом забегал? Бухать хануриком на детских площадках нельзя? Нельзя. И полиция ли их будет гонять? Или глава района с дружинниками? Да местным жителям пофиг. Им главное, чтобы все было тихо, чисто и спокойно. А даты и детины не ломали оборудование на детской площадке и не обоссывали углы их домов. Люди что, чего-то там запредельного от своей власти ждут? Вот готов дать возможность высказаться по данной ситуации и хозяевам этого магазина, и властям Кировского района, и департаменту потреб рынка. Чего делать-то будем? Чего людям ждать?